всем привет народ добро пожаловать новую серию по спарже знаю я говнюк мне не было около двух недель и я скажу прямо что ну как вовсю занимались машиной а сейчас предоставляю материал который я заснял за эти прошедшие две недели не удивляйтесь там будет как-то что-то все отрывками потому что ну происходило разно от такого до такого так что надеюсь вам будет интересно поддержите обязательно жирным лососем ну смотрите на здоровье приехал к парням привезли много жратвы надеюсь они будут довольны сегодня все так растаяла право жратва приехала начинаются вечерние застревашки спаржа саморез много льда и четверка которая поехала на обкатку до вере что-то уедешь но сейчас вроде бы более-менее понятно что отвечает белым так принципе красиво довольно таки даже смотрится я очень доволен еще раз спасибо илюха то что выручил так по поводу макфар не считаю что получилось колхозно получилось довольно таки наоборот эксклюзивно в меру возможности чтобы это было и красиво и грамотно сделано то есть никакого колхоза опять же ссылки я все указал знаете куда обращаться вот снова идет очередной день ебли так скажем в гаражах делаем потихоньку спаржу сейчас купил расширительный бачок старого образца ну новый себе потому что старый может уже дает течь поэтому это стол постоянно сваливает новую крышку и резинку на жабо которая идет соответственно новые лампочки на поворотнике оказывается там идут оранжевые а я купил тогда белые ладно в принципе копейки сегодня у нас плюс 12 градусов это очень круто все так быстро уже подрастаяло то есть буквально пару дней назад точнее даже позавчера вот это все серега чистил лопатой ну когда хотели выгнать четверку сейчас соответственно уже можно и проехать на пузытере то есть когда пневмон травит не из-за подушки а из-за штока артур бракодел поставил лампочки в сайте каком-то про рубен и банч ну рубена конечно не самая клевая подушка нормально относится на нормально видео говорили ну в про пневму смотрел петербурге говорят что вот вот рубена это по большому счету те же самые винты только с возможности чуть-чуть приподнять машины все жесткость это все идет из-за диаметра телефону самого чем больше площадь тем больше не буду подъемность чем больше не груза подъемность тем меньше и требуемое давление чем меньше требуемое давление тем воздух менее жарко тем умение первые 50 лис она будет мягче видя тут такой небольшой бандой honda kia subaric на стойке и я на спаржу с диким выхлопом будем ставить вот такие рычаги не знаю кто производитель но по-моему сказали что стингер себе на два года эксплуатации потому что они иначе уже будут там ломаться после трех лет а почему они не получается изнутри выгнивают и ломаются из-за этого то есть они сделаны из труб и поэтому они внутри прогнивают где-то по шву и все и лопаются и поэтому колесо вырывает сделался гамма такой выхлоп закатился на подъем сейчас посмотрим надеюсь сейчас стою у ленты жду никиту мы что-то горылись ловиться в 9 но он что-то как обычно опаздывает я тут уже его жду как полчаса до ну ладно в общем поставила сегодня рычаги у дениса денис спасибо как всегда быстро выручаешь то есть утром отдал и в обед забрал ну там в принципе ничего сложного снял поставил как бы там ничего прикипевшего не было да и не сказали что какие-то проблемы возникали то есть только там какие-то болты надо было купить они купили так ну в рычаге вы собственно это видели в общем рычаги там и поставили а вот нижняя распорка между этими кронштейнами так сказать защиты или вот эти боковые в общем уши к на которой защита крепится вот эти вот забыл как правильно называется в общем она не подошла вот эта вот распорка она оказалась длинная сейчас покажу почему собственно дело вот в этих ушах они длинные то есть сама она стоит 500 рублей и как-то знаете вот это все срезать и пересверливать сюда дырку ну не было просто смысла как бы да и говорят что тут не правда мало толку как бы конечно жалко то что остается но сказали если ее поставить то придется убрать защиту а если мы уберем защиту она будет низко торчать и просто как где-нибудь еду и в нее упрусь это не есть хорошо как бы все завтра еду на сход развал это попадет конечно же видео так же я сейчас пока ну тут жду никиту сижу смотрю ну как рычаги себя веду то есть каким ну в каких положениях то есть получается сейчас то что у меня ничего не настроено не не развал нисхождение не угол кастера у меня колеса как-то сами по себе гуляет ребята как бы у меня все правильно поправили ну как правильно более-менее все ровно одинаково выставили то есть сейчас я получается морду кладу и у меня рычаги задевают в эти брызговики там полу резиновые пластиковые но это суть то неважно там как бы это не страшно у меня сейчас все это дело колеса упираются в бампер с двух сторон ложится машина по-прежнему также то есть мне только нужно перевернуть стабилизатор и она ну буквально может там на сантиметра два ну может даже на сантиметр будет ложиться ниже но мне в принципе это незачем а почему потому что вот даже взять в пример то что у меня когда я спускала пневма кстати мы ее починили спасибо серёга что-то я сделал когда спускала одна подушка передняя я просто мог положить полностью морду упреться в стабилизацию у меня стабилизатор упирается в кузов и все получается я мог спокойно ехать как бы понятно что не наваливать а ну морда вообще никуда не девалась то есть едите я спокойно прямо и все это кстати очень круто это вот реально хороший выход то есть могу морду положить ехать прямо но вот сейчас с рычагами вот надо ее настраивать там подвеску всю вырезать куски бампера но пока расширения нету сейчас съезжу на сход развал завтра и потом уже на выходных поеду ну как не к кузовщику а к человеку который мне полностью будет обрабатывать арки что с ними вы сейчас увидите то есть там получается мы сняли все эти расширительные бачки которые идут в задней арке это от бензобака то есть там как-то обмен воздуха или кислорода чего там серёга мне объяснял блин прости я уже забыл как бы серёга все подробно объясняет круто очень интересно в общем мы поставили просто сбрасыватель вот этого воздуха или там конденсата и что там идет из бензобака то то есть да убрали все лишнее и серёга показал да код серёга мне показал что там все как бы ну неплохо но все как бы в таком легком налете ржавчинки то есть собственно если ничего не предпринять то будет в дальнейшем вот это вот вся гниль по швам там дыры вот такие как блин у моего бывшей дурацкая шутка то есть вот собственно то из-за чего гнилиют вазы то есть какой-то дебил просто взял просверлил вот эти подкрылки там на саморезы да сейчас бы вспомнить саморез что ну так в общем да вот и все из-за этого вот пошло-поехало но и собственно там камни летят это все постепенно набивает все это ржавеет и вот собственно из-за этого потом образуются дыры то есть сейчас мы это все дело постараемся отписка от песка струить и собственно покрыть наверное раптором черным или не знаю чем ну чем и таким надежным чтобы можно было спокойно ну ездить и все как бы а саму кромку арки уже не будет ничего касаться то есть это все только внутренняя работа обделка все будет цивильно красиво и главное дело на века так серега еще когда выверил выхлоп запалил одну интересную штуку это лонжерон он получается вот я сижу справа с левой стороны справа стороны задний лонжерон ну который у запаски там он начинает уже подгнивать серега сказал ничего этого с этим не сделать блин вообще очень печально но собственно и пофигу я сейчас соберу свой концеп автомобиля как я хочу видеть ну просто довожу то есть кузов то есть пилю там пилю здесь варит тут варит там вешу навеску чтобы то все грамотно работало и потом может через год может полтора когда я уже тут тоже с местом дислокации проделюсь уже такие проблемы свои небольшие кузов будет полностью вообще полностью разбираться полностью наверно пескоструется и снова красится то есть от а до я ну собственно вот опять же не буду вас накидывать болтовня и сейчас вам покажу еще пару фрагментиков опять же ставьте лосось жирного господи я снимаю столько видео а вы как-то не бей не менее кукареку правда как-то очень обидно но как бы понятно что я делаю это для себя стараюсь вам что-то показать какие-то финтифлюшки но реально не жабьтесь поделитесь пожалуйста видео это очень поможет мне там каналу группе от все раскрутиться и тогда уже появится чем больше народу смотрит и тем собственно и больше желания что-то снимать показывать рассказывать да вы можете сказать что как-то стиль похож на стилов дейли все дела но ребят надо чего-то отталкиваться я иду к своему стилю как-то что-то свое ищу так что давно музыка мне нравится как бы то есть тут сходство не сходство от этого никуда не деться ну все смотрим дальше это действительно где-то потерялся сейчас вам покажу что мы социально и поставили вот так все это дело выглядит как бы вот вот эта пластмасска или резинка прокуратура говорил пыльник собственно в общем когда машина ложится он его подгибает то есть в ту сторону и все нормально и как бы но самое интересное то что вот у меня тормозная трубка когда ее ставлю но на место она оттягивается постоянно из-за этого возникают очень большие проблемы то что он ее может просто оборвать стабилизатор вот место в котором упирается также точно с этой стороны решается эта проблема просто перевернуть вот эти вот яйца вот как с этой стороны это резинка полиуретановая кстати если кому интересно то есть вот так это все дело выглядит то есть все сделано более-менее добротно ничто ничему не мешает то есть специально это делается все с расчетом на то чтобы это все не отъебнуло в один прекрасный момент то есть чтобы вот при моих новых проставках в четыре сантиметра спереди у меня реально не вырвало колесо на какой-нибудь кочке конечно также поставили мои новые гайки все боюсь что у меня эти своруют но их так то хрен открутить так что можете не пытаться также у сереги заказали сюда такие конусы потому что у меня новая проставка и у нее очень короткое вот это место чтобы цепляться за диск что изменилось собственно под капотом поставили наконец-то масло помойку подключили ее такими не знаю полу пластиковым полу силиконовыми патрубками закрепили наконец-то бачок тормозной жидкости а то он не болтался за распоркой было не очень красиво но мы обязательно что-то еще получше придумал наверно поставил два таких бачка интересных постараюсь заказать с алиэкспресса также 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 поставили все силиконовая новая то есть сюда резинки вот сюда силикон все сюда силикон чтобы это все держалось также вот как все-таки светят фары а сейчас более-менее видно что такой белой лунный все думают что у меня стоят ксенон но нет это просто габариты значит сейчас по выхлопу стоят две таких боевых насадки все очень добротно и качественно сделано серегой также получается мы убрали стабилизатор но эти уши у меня уже загнуло я оставил для того чтобы это был как мой предохранитель чтобы я лишний раз жопу не опустил низко и не зацепила в рельсе об камни и что-то ну все в общем чтобы я не цеплялся то есть это еще не конечно конструкция выхлопа вы увидите чуть дальше и серега вам все очень подробно расскажет надеюсь что было сделано и что к чему то есть это все будет выводиться еще в центр то есть эти две насадки вот здесь снимаются и у меня будут получается здесь два гиба который сейчас находится на аргоне и мы просто мутузим аргонщинка чтобы он все качественно сделал так же серега мне поставил подпяточник эти новые эво коврики салон я немножко подразобрал то есть сейчас сделать сюда корпус для этого электронного манометра и туннель чтобы установить все нормально кнопки и подогрев сиденья потому что мне будут ставить ну я буду ставить полу ковши и они будут с подогревом насчет конструкции конечно думаю да и пока денег нету также надо еще новую приборную панель цифровую хочу вульта там современную из восьмидесятых тоже очень должно быть круто получиться все еще подсветку но пока не до этого я сейчас мне главное забраться с кузовщиной также себя непонятно ведут обороты получается когда я забирал машину сироги мы еще решили замерить компрессию и когда мы ее замерили оказалось что у меня в первом горшоке 12 во втором 13 в третьем 12 и в четвертом 14 это очень плохой разброс как сказал серёга то есть сейчас точно скажу сколько он сказал у меня разница практически в два килограмма получается а максимально разрешено что ли полкило или там совсем уж килограмм я точно ну что-то как-то этот момент особо пропустил в общем у меня беднила вот как раз беднил четвертый цилиндр и свечка была в таком маленьком ну как сказать нагаре даже практически без него хотя когда все остальные были в нормальном то есть что-то надо делать это скорее всего у меня слетела либо прошивкой либо не знаю чего вот сейчас будем менять мозги на 7.2 или как там и там то есть уходить с этого у меня даже не 5.1 стоит у меня стоит еще какой-то с более допотопный так скажем еще к нему в этот подключен иммобилайзер который скорее всего уже уберу потому что покатавшись на саморезе я понял что это шляпа и без него как-то ну получше ну зато хотя бы хорошая противогонная система как ни крути немножко изменились скажем так планы теперь я не съездил на сход развал а записался ну как записался договорился со славой покрытие арок антикором и просто их даже от пескоструить то есть что мы получаем я как говорил чуть раньше должен был поехать на сход развал но заместо этого мне тогда серега в гараже сказал что есть человек который занимается пескоструем ну кузов кузовов металлов ну в общем просто есть пескоструй есть возможность восстановить мои арки изнутри то есть полностью их обновить ну в принципе я согласился вот не поехал на сход развал сразу договорился встретиться мы встретились и все вот сегодня я загнал это буквально два дня прошло то есть пластины я заказал а пластины заказал которые ставятся между опорой и кузовом то есть они предохраняешь что ли кузов от ударов таких сильных я не могу так сейчас прямо объяснить знают то что так вот они ставят и как бы они смягчают немножко удары кузов и опоры я все-таки решил поставить обычный стандартные десяточные сейчас у меня ставят четырешные девятки-восьмерки опоры как бы они выше и в капот упираются да и просто не бушные они уже старые там сейчас ребята занимаются пескоструем ну то есть быстро я сегодня прям загнал сегодня воскресенье в течение часа все скинули то есть даже стойки уже сняли там два часа даже прошло как бы все подготовили и вот сейчас они там пробуют пескоструют все подобрали скратали а 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